Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И продолжая разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского, мы обратимся сейчас к 30-й главе. 30-я глава начинает с собой отдельный, заключительный раздел книги Исаии Иерусалимского с 30-й по 39-ю главы. И здесь несколько более подробно разговор идет о историческом контексте, о тех событиях, которые происходили вокруг пророка, которые свидетелями, которым он становился в Иерусалиме. И вот 30-я глава посвящена пророчеству о Иерусалиме в связи с предполагаемым союзом с Египтом. Речь идет о том, что в условиях наступления Ассирийской империи, которая все ближе и ближе придвигается к Иерусалиму и дальше к странам, ко всем, в сущности, странам Ближнего Востока, ну вот и Иерусалимская верхушка, не один только царь, но и вся элита решили, что необходимо вступить в союз с Египтом и таким образом вместе с Египтом противостоять Ассирийскому царю. И для этого, соответственно, ведутся там переговоры с Египтом, туда отправляются ценности в виде то ли подарков, то ли уже прямо даний. И пророк говорит, собственно, вот именно этой, главным образом, политической элите, что Бог думает по этому поводу. «Горе непокорным сынам, которые делают совещание, но без меня, заключают союзы, но не по духу моему». Собственно, вот основная, по-видимому, претензия не столько в том, что они совершают политическую ошибку, еще пока непонятно раньше времени, ошибка это или нет, сколько претензия к иерусалимлянам, к царю и его окружению заключается в том, что они Бога не спрашивают, Бога не спрашивают. Объективно, понимаете, ну, в общем, это здравая идея, если ты находишься между двумя колоссами Сирии и Египта, и один на тебя нападает, ну, обращаешься за помощью к другому. Небольшие страны, нации, политические образования, ну, вот в таком лавировании существуют тысячелетиями. Вот, не в том проблема, что это неправильно или это нельзя, а в том, что Бога не спросили, в том, что спрашивать Бога уже люди не хотят, не считают нужным, заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Таким образом, для сегодняшнего читателя, мне кажется, важно увидеть, во-первых, то, что, ну, вот такая тенденция заключать союзы, принимать политические решения без оглядки на Бога, это вещь достаточно общечеловеческая и бывает, наверное, всегда со всеми. Это первое. А второе, что есть некоторый дух правды, дух Божий, которому должна соответствовать наша жизнь, в том числе в таких, казалось бы, ее приземленных и примитивных аспектах, как вот эти самые военно-политические союзы. Бог говорит, не вопросив уст моих, идут в Египет. То есть, у Бога, может быть, и было бы что ответить через пророка или каким-то иным путем. В конце концов, у Бога всегда много есть разных возможностей, но его не спрашивают, не вопросив уст моих. Ну, и, конечно, еще тоже нельзя не заметить, что в случае с политическими элитами, которые вот так действуют в военно-политической сфере, ну, да, здесь, наверное, все понятно. Но и в своей частной жизни очень часто мы поступаем так же, делаем что-то, не спрашивая уст божьих. И, в общем, это плохая идея. При этом, конечно же, очевидно, что мы не призваны там прибегать к помощи оракулов или какого-нибудь там своеобразного духовенства. Это совершенно не клирикальное заявление, которое делает здесь Господь через пророка Исаию в этой главе. А это разговор именно о внимании, о том, кого слушают наши сердца. И вот неожиданно Бог говорит, нет, у вас ничего не выйдет. Сила фараона будет для вас стыдом. И вы уже везете ценности на юг и несете на криптах ослов богатства свои. Но помощь Египта для вас, говорит Господь, будет тщетна. Если в чем вы и могли бы защититься, спастись, это сидеть спокойно. Ну вот в той политической ситуации, вероятно, действительно именно так и надо было делать. Но пророк говорит, и Господь через него говорит о том, что в конце концов дело не только в политических обстоятельствах, а в том, что люди в Иерусалиме не хотят слышать закона Господня. Это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть и пророкам не пророчествуйте. Потому что есть пророки, есть те, кто видят происходящее скорее с точки зрения Бога, есть те, кто слышат, что думает, что говорит Бог о тех или иных вещах, но всем им закрывают рот. Говорите нам приятное, а правды нам не пророчествуйте. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот это на самом деле, понимаете, почти неизбежная участь любой институциональной религии. Особенно если эта институциональная религия существует в условиях некоторых достаточно близких взаимоотношений с государством. Вот здесь Исаия как раз и говорит о том, что есть правда от Бога, которую он пытается донести, и, вероятно, другие пророки в это время тоже. Но это никому не надо. И поэтому всей своей силой, массой, авторитетом вот эта самая окологосударственная элита говорит, не надо, ничего это не говорите. Вы хвалите, рассказывайте, какие мы зеликие и хорошие. Ну, в общем, честно говоря, прямо зеркало. Читаешь прямо зеркало. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, уберите от глаз наших святого Израилева. Но Бога невозможно отодвинуть. Понимаете? И поэтому Господь говорит, так как вы отвергаете это слово, а надеетесь на обман и неправду, то это ваше беззаконие будет для вас, как трещина, обнаружившаяся в высокой стене. Это ваше нежелание видеть и слышать Божью правду, а желание, чтобы от имени Бога вам говорили что-нибудь такое приятное. Это Бог называет беззаконием. И вот это будет тем, что обрушит вашу жизнь, вашу державу и частную жизнь каждого из вас, говорит Господь. Если бы вы остались на месте, не выдумывали, не действовали бы, повинуясь страху, то вы могли бы выжить, говорит Господь. Вот здесь, в частности, в 15 стихе. В тишине и уповании крепость ваша. Обратите внимание, что, конечно, речь не идет о том, что в сложных политических ситуациях нужно действовать единообразным каким-то способом. Нет, вовсе здесь пророк не предлагает читателю рецепт политический на все времена. Нет, конечно. Но вот если бы вы сделали то, что Бог вас призывает сделать, у вас был бы шанс спасти, говорит он. Но вы даже не спрашивали, вы даже не захотели спросить Бога. И вот поэтому, трудный для понимания 18 стих, поэтому Господь не милует вас прямо сейчас, поэтому медлит Господь, чтобы помиловать вас, и еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. По-видимому, речь идет о том, что, конечно, пророк и многие другие в Иерусалиме в этот момент вспоминают об обетовании милости, о том, что Бог обещал миловать, но этого не происходит, потому что вот это беззаконие, беззаконие заключающееся в том, что мы Бога не слушаем, взаимодействуем так, как нам кажется правильным, не спрашивая Бога. И еще и ожидаем, что нас за это будут хвалить. Вот, Господь Бог есть Бог правды, и поэтому Он, собственно, и милует нас вот в этой ситуации. Дальше, вторая половина 30-й главы, наоборот, посвящена тому, что будет, когда вот этот союз с Египтом приведет к своему закономерному результату. Такой, в каком-то смысле, мини-апокалипсис во второй половине главы, где говорится о том, что когда, когда, наконец, вот, произойдет это крушение силы Египта, и когда станет понятно, что надеяться на него было бесполезно, и люди обратятся, тогда, говорит он, народ будет жить на Сионе, и Бог помилует тебя по голосу вопля твоего, как только услышит его, ответит тебе. Таким образом, речь здесь идет о замечательном, удивительном и очень важном свойстве характера Бога, о том, что Господь, когда милует, Он милует по голосу вопля, потому что Он слышит вопль человеческий, возносящийся к Нему, и как только слышит, Его ответит тебе. Это особый знак милости Божьей, то, что Бог отвечает сразу, как только услышит тебя. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и тогда, тоже замечательный образ, тогда, если ты будешь уклоняться направо и налево, то у тебя позади будут люди, которые скажут тебе, вот туда не ходи и сюда не ходи, а вот путь твой перед тобою. Сможет Господь через этих людей, которые здесь названы учителями, указать тебе путь, чтобы ты не совершал таких глупостей, таких ошибок, как совершает Иерусалим. Ну и еще, конечно, пророк говорит о том, что в этот момент все проявления идолопоклонства будут считаться осквернением и будут истреблены из среды народа Божьего. И вот тогда, смотрите, Бог даст дождь на семя твое, хлеб твой будет обилен, стада твои будут пастись на обширных пастбищах, и свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера в тот день, когда Господь обвяжет раны народа своего. Ну вот это такой способ поэтично сказать о том, что жизнь и свет в Царстве Бога в этот день, когда Бог обвяжет раны народа своего, эта жизнь преизобилует, она бьет через край, потому что она исходит от Бога. И сегодня, так сказать, для читателя, для слушателя этих слов, сегодня вот этого изобилия не происходит, потому что мы не при Боге, потому что мы Его не слушаем и от Него стараемся куда-нибудь сбежать. Но в тот день, когда обвяжет Господь раны народа своего, вот этой жизни хватит на всех и с избытком. Ну, помимо прочего, это, конечно, еще и параллельное место к соответствующим словам Евангелия. И еще тоже не представляется важным именование Дня Господнего, Дня, когда вот будет дано это помилование, и это изобилующее, бьющее ключом через край жизнь, вот день, когда Господь обвяжет раны народа своего. И дальше пророк говорит, вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно. Этими словами начинается достаточно продолжительный фрагмент речей, посвященных участи вот окрестных народов, которые так или иначе заставляли народ Божий страдать, которые участвовали в его разграблении, в его угнетении. Вот действительно народ Божий в этот момент находится в таком враждебном окружении, да там в сущности всегда враждебное окружение, вот, и вот Бог идет издалека, и это будет прямо пламенем, огнем поедающим, пламя его сильно, и он развеет народы до истощания. Может быть, для современного читателя и трудным оказывается вот этот пафос пророка, и часто поэтому подобного рода тексты либо игнорируются, либо подвергаются весьма и весьма радикальному перетолковыванию какими-нибудь хитрыми способами. Ну вот, в конце концов, видимо, по крайней мере, для Исаии Иерусалимского, а может быть, и для многих других пророков, вот, характерна такая преувеличенная оптика, когда для того, чтобы достучаться до своих слушателей, он все предлагает увидеть несколько гипертрофированно. Вот эти окрестные народы, ну, довольно жалкие по большому счету, так же, как и народ божий, ну, за, может быть, исключением двух-трех империй. Вот эти простые блага, как хлеб, вовремя приносящий урожай, и свет луны, который будет как свет солнца, вот все это так описывается, как пламя, которое идет сжечь, дыхание его, как разлившийся поток, а у вас будут песни, как в ночь священного празднования. Вот все это описывается потому, что пророк силится выразить контраст между тем, что для тебя приближение Божье, если ты на Бога надеешься, и если ты Богу противишься. Вот эта гигантская разница между пожирающим пламенем и на всяком холме потекут потоки вод, вот эта разница действительно призвана впечатлить читателя. дальше в самом конце пророк говорит, вот у вас будут песни и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, и Господь возгремит величественным глазом своим, потому что Бог будет на стороне Израиля и будет биться за сокрушение Оссирии. В самом конце главы еще есть любопытное замечание пророка, которое он говорит об Оссирийском царе. Ну вот тафет уже давно устроен, он приготовлен, в костре его много огня и дров, речь идет о долине Геном, долине, которую мы привыкли называть Гиена, Гиена Огненная. Это, собственно, горящая помойка, на которой место царю. В данном случае речь, конечно, идет о царе Оссирийском. Вот этот образ, образ горящей помойки, Гиены Огненной, с которым мы с некоторым удивлением встречаемся в Евангелии, он на самом деле очень-очень древний и для слушателей Господа Иисуса Христа был вполне знаком еще со времен Исаии Иерусалимского. 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 Иерусалимского.